здравствуйте виноградари с вами снова юрий егрудин сейчас у меня середина декабря я поставил на доращивание 4 двухглазковых укорененных черенка эти черенки начал укоренять 11 ноября так как я буду доращивать вот в таких небольших пол литровых одноразовых стаканах то я выбрал только двухглазковые черенки посадил их вот на такую высоту значит вот здесь пяточка но так как нужное количество двухглазковых черенков у меня не было поэтому я на 2 укорененных черенках вот на этом и на этом срезал верхушку вот она то есть у меня получился уже есть побег и есть еще черенок то есть получился у меня одноглазковый черенок то есть выглядело это следующим образом я взял вот такой трехглазковый черенок, укорененный черенок, два побега, ну и вот приблизительно в этом месте провел срезку. На самом деле, если мы укореняем черенки, то вот этот средний глазок, средний побег нужно было удалить сразу, как только пошел вот этот верхний. Но у меня цель совсем другая. Я взял трехглазковый черенок, укоренил его, получил уже вот такой двухглазковый саженец, а еще хочу попытаться укоренить и вот эти одноглазковые черенки. Они уже с побегами, сейчас я обработаю низ корневином и поставлю укоренять их на воде. Укоренять эти одноглазковые черенки буду вот на таком небольшом поплавочке. Видите, то же самое. Это тоже укоренитель моей конструкции, только для одноглазковых черенков. И вот для того, чтобы укоренить 1, 2 либо 3 черенка. Единственный момент, который я сделал в этом случае, немножко не так, как обычно. Смотрите, у меня уже здесь пошли в рост побеги, поэтому я ставил довольно длинную часть вот ниже этого глазка. Обычно, если бы я поставил на укоренение черенки без вот таких побегов, а просто взял обычный черенок, разрезал на одноглазковые, то вот ниже этого пенополистирола я обычно оставляю около 1 сантиметра. Но в этом случае решил оставить немножко побольше и буду использовать еще вот такой корневин. Сейчас нижнюю часть вот этих черенков немножко обработаю корневином. Но чтобы вы понимали, сколько корневина я использую, но вот такая доза подходит при укоренении на воде. Но обратите внимание, здесь так довольно много корневина, приблизительно половина нижнего среза. То есть я вдавил корневин вот в нижний срез. Но вот такая доза корневина может не подойти, если мы будем укоренять черенки в каком-нибудь субстрате. А вот для воды она подходит. Вот, собственно говоря, и все. И вот эти три череночка у меня будут плавать. И надеюсь, что и они тоже укоренятся. И вот у нас прошло 18 дней вот в таком боксе под искусственным освещением. Вот под такой фитолампой находились эти черенки вот в этом небольшом плавающем укоренителе. Причем еще добавлю, что воду в этом стакане не менял. Один раз добавил, наверное, приблизительно 50 грамм. Извлек я эти одноглазковые черенки. Уже даже отсюда видны, вот видите, корешки. Ну и давайте посмотрим, сколько у нас черенков укоренилось. Ну вот смотрим, видите, один черенок прекрасно укоренился. Вот второй тоже хорошо укореняется. И третий черенок тоже прекрасно укореняется. Верхние молодые листья очень хорошие, а вот один какой-то нижний листик, видите, немножко как подгоревший. И мне кажется, что это тоже ожог, ожог от фитолампы. Дело в том, что вот черенки, которые вы видели в первой части ролика, они у меня стояли в темном месте, вообще без освещения, из которых я и нарезал эти одноглазковые черенки. Даже цвет вот этих побегов был такой светло-светло-зеленый. И я думаю, что вот из-за этого, скорее всего, вот этот листик и немножко получил ожоги. Кстати, здесь у меня всегда задают вопрос, а вот как теперь извлечь эти черенки вот из этого укоренителя? На самом деле, я этим вообще не заморачиваюсь. В данном случае черенки были довольно большого диаметра, плотно входили в отверстия, и поэтому я просто ножом разрежу вот этот листик пенополистирола. Это не такая ценная деталь, которую нужно прям хранить. В принципе, это может быть обычным расходным материалом. И еще для примера, я вам показываю два двуглазковых укорененных черенка. И вот из одного, кажется, вот из этого, вот какой-то из этих черенков, которые я уже укоренил в воде, именно с него был и срезан. То есть получается, что я получил вот такой двуглазковый саженец уже, вот с таким зеленым побегом, с него срезал верхнюю часть и ее тоже уже укоренил. Вот такой интересный эксперимент, но здесь добавлю, что вот такие, так сказать, фокусы можно проделывать только с черенками, которые имеют большой запас питания. Черенки были нарезаны из нижней и средней части, самой лучшей для укоренения, поэтому даже вот в этих одноглазковых черенках хватило питания для того, чтобы укорениться. То есть получается, что черенок, который стоял на укоренении 30 дней, он укоренился, с него я срезал верхнюю часть, одноглазковый черенок, установил вот в этот плавающий укоренитель, он простоял здесь еще 17 дней, итого 47 дней, но тем не менее, питание даже вот в этом одноглазковом череночке хватило, чтобы и укорениться и продолжать наращивать листовую массу. Но здесь хочу сказать, что, наверное, свою роль сыграло еще и искусственное освещение, потому что листья довольно большие на этих черенках и укоренение вот этих черенков происходило не только за счет того питания, которое осталось в самом этом одноглазковом черенке, но и за счет того питания, которое вырабатывалось в результате фотосинтеза. И вот извлек я эти череночки, пока не находятся у меня в таком стаканчике в воде. Причем, смотрите, видите, один черенок извлекся легко, там не было еще такого большого количества корней, но для тех, кто все-таки беспокоится вот за такую простую вещь, можно взять вот такую спичечку, при желании, можно отремонтировать и вновь использовать вот этот поплавочек. Вот смотрите, это самый худший черенок по укоренению. Здесь вот такое состояние, смотрите, очень много корней. Как я говорил, питания в этих черенках очень много было. Отсюда и такой результат. Ну а этот черенок, конечно, немножко похуже. То есть вот такие прекрасные получились одноглазковые укорененные черенки. И все, пересадил я эти три одноглазковых черенка вот такой одноразовый стакан. Обратите внимание, здесь вот с боковой стороны стакана есть дренажное отверстие, также есть дренажное отверстие еще и на дне. Провел первый полив. Грунт здесь обычный, покупной для рассады, нейтральный. В таком грунте, по крайней мере, я покупаю постоянно, всегда хорошо укореняется и рассада, и черенки винограда в том числе. И теперь вот этот контейнер я отправляю снова в свой бокс под искусственное освещение, там где они и укоренялись. Вот такой интересный опыт по укоренению черенков винограда, по повторному укоренению уже укорененных черенков винограда. Но еще повторю, что все-таки из трехглазковых черенков делать двухглазковые все-таки не стоит. Потому что трехглазковые черенки, вот которые были в самом начале этого ролика, они, конечно, развиваться будут получше, чем даже двухглазковые. Но в отдельных случаях, если есть вот такое желание, если вы хотите получить два саженца из одного черенка, то можно вот таким образом попробовать. Возможно, кто-то скажет, а почему бы сразу не разрезать на двух и одноглазковый черенок. Здесь возможен такой вариант, что если у вас черенки слабые, с малым запасом питания, то не укоренится ни двухглазковый, ни одноглазковый черенок. В моем случае я отрезал верхнюю часть, когда уже увидел, что гарантированно получил, по крайней мере, двухглазковый саженец. Поэтому думаю, что сразу разрезать трехглазковый на двух и одноглазковый все-таки не стоит. Вот такое сегодня укоренение. И напомню, что сейчас у нас еще декабрь месяц. А с вами был Юрий Егорутин. До скорой встречи. До свидания. Пока.